Рассказываем о том, что сегодня за день. Такой 31 октября, Международный день экономии отмечается. Впервые в 1924 году представители сберегательных банков в Милане собрались на тематический конгресс, и уже с 89-го года это официальный праздник. Идея в Европе в том, чтобы в этот день все люди могли приходить в банки и переводить свои сбережения на свои счета. Так что банки работают, а у нас финансовый специалист в гостях. Ирина Воронина, доброе утро. Специально под праздник. Здравствуйте. А можно мы прямо вот сразу утро сделаем денежным? Прямо сразу? Да. Сразу, сейчас вот. Да. Что мы делаем утром? Что идем за деньгами? Мы просыпаемся. Нет, мы сначала просыпаемся, улыбаемся, улыбаемся. И потом что мы идем? Ну, чистить зубы. Мои пацаны, чистить зубы, правильно. Рекомендую, берете щетку, другую руку, то есть если вы правша влевую, левша в правую, и запускаете денежную аффирмацию. То есть я богат человек, успешный человек, это просто я богат, успешный, все, мои миллионы идут ко мне. Подождите, это получится. Нет, все нормально получится, потому что не вслух. Я знаю, как вы тренируетесь перед эфиром с пробкой во рту, но это не тот вариант. Просто проговаривайте про себя. Но важно взять другую руку. Другую руку, в этот момент, да, мы формируем новые нейронные связи и загоняем эти мысли себе на подсознание. Ух ты. После этого выходим и отправляемся делать денежную гимнастику. Денежную гимнастику? Да, ответьте, что такое деньги? Что такое деньги, Дима? Это энергия, думаю, я. Энергия, я хотела его немножко подловить. Он мужчина. Да, 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 я хотела сказать, что здесь два, но ладно. Я упоминала в отделении. Да, это энергия, все правильно. То есть энергия, она у нас не внутри вырабатывается, она приходит к нам извне, и нам нужно ее запустить правильно. Для этого мы делаем денежную гимнастику. Что нужно делать? У нас за проводники энергии это суставы. Это наши суставы. То есть денежная гимнастика, по сути, это суставная гимнастика. Мы запускаем для этого шея, которая отвечает за принятие денежных решений, за то, чтобы она хорошо поворачивалась, и мы видели все возможности, как мы можем заработать деньги. Нужно, да, то есть мы стандартные, знаете, как еще вот из Советского Союза, вот эта гимнастика, влево, вот так. То есть она оказывается еще и на деньги, например. Да, очень важно дальше кисти рук. Проверьте, как вот, когда вы поворачиваете, чтобы у вас не было никаких болезненных ощущений. Вот здесь в первую очередь. Легко нужно развернуть. Пока нет. Да, обязательно все проверили, потому что, смотрите, правая рука, то есть это, значит, руки отвечают за принятие денег, как мы можем взять, правая рука отвечает за принятие денег. От мужчин и от действий, от нашей работы, да, то есть поэтому все должно быть здесь хорошо. Или от коллег, например, мужчин. А, например, да. А левая рука – это принятие денег от женщин, от эмоций, это подарки, выигрыши различные, да, все это эмоциональные. Обе стороны должны работать хорошо. Разминаем руки. Руки, локти, плечи, дальше, ну, понятное дело, суставы ног, потому что, как говорят при богатых людей, он уверенно стоит на ногах. Твердо стоит на ногах. Вот. И вот эти простые действия нас уже направляют к деньгам? И мы уже запустили денежную энергию, с которой потом нужно выходить на работу, можно пойти… А, то есть все-таки ходить на работу надо? Да, придется. Так не работает, совершаем действие. К сожалению, опять же, про волшебную таблетку. Я так думаю. Ирина, ну так… Хотя есть, есть она, она есть, и я расскажу. А это работа с энергией вселенной. Ну, хорошо. То есть это правильный запуск своих желаний, умение их принимать и отпускать. Есть же какие-то способы реальной экономии, которыми мы можем пользоваться, каждый может пользоваться. Я уже думал, ты спросишь. А я, да, я сейчас расскажу. Когда появятся в студии деньги, конечно. Давайте продолжим наше денежное утро. Да. То есть вот дальше можно пойти на кухню, и, например, ну, вообще, когда вы завтракаете, потом пьете чай, кофе, капучино, кто что любит, можно и это заряжать на деньги. То есть действие, которое вы делаете ежедневно и произносите. Каждый раз, когда я пью капучино, я приближаюсь к своим миллионам. Ну, вот сейчас многие из нас, я прошу прощения, подумают, что мы какой-то магией занимаемся. А есть какие-то применимые к жизни механизмы? Да, не знаю. Хорошо. Как можно экономить от 50 до 500 рублей в день, потому что у всех там разные запросы, всего лишь с помощью бокала простой воды? Как? Как? Пить ее вместо еды? Не пить, наоборот. Вот знаете, вот приходят, допустим, позавтракали, приехали в офис, сели, и вот на автомате шоколадка, да? В автомате. То есть просто выпить шоколадку уже не захочется? Заменили, поставили рядом воду. Во-первых, когда организм, мозг подает сигналы, они одинаковые, сигнал голода или сигнал, что он попить хочет. Только если мы убираем шоколадку, ставим в текан воды, это мы сэкономили сколько? 50-70 рублей. Вообще да, в автомате она так и стоит. Да, где-то так, ну или там какая-то булочка, круасса. Хорошо. То есть и сколько таких перекусов за день, то есть вы посчитайте, сколько вы сэкономите. И еще за полчаса до еды, опять же, вот тебе волшебная таблетка, чудо-вода, выпили, и вы уже сэкономите деньги, потому что объем порции будет меньше. Не только худеем, но еще и деньги экономим. Конечно. Хорошо. Какие там вот банк? Многие даже не представляют, что такое банк, как с этим работать, и кажется, что там забирают деньги, никогда не возвращают. Вот тут какие-то есть советы, которые мы можем дать нашим зрителям. Конечно, там просто море возможностей. Я раньше так же думала, то есть это я вообще, я не от них, ну что, разобраться сложно, но я решила, я пойду туда, где страшно, я пойду туда, где я чего-то не понимаю, и я с этим разберусь. Я разобралась, я прошла несколько курсов инвестирования, то есть финансовых, экономических школ, и мне стало все настолько просто и понятно. И, кстати, я воспользовалась советом вашей передачи. В одной из программ говорили представительница команды «Говори», она сказала, что как победить страх публичных выступлений, нужно общаться, выходить, можно больше общаться. То есть если вы нашли информацию на сайте, позвоните и еще поговорите с человеком. Ну, я еще пошла дальше, я решила не просто посмотреть, какие там вклады прилагают банки, я стала просто гулять по банкам, вот вы где гуляете, в кафе, а я по банкам. То есть я прихожу и общаюсь, говорю, а просто предложите мне. Я правильно понимаю, и зрители, чтобы наши поняли, вы уже выработали свою определенную систему, которая на примере вашем работает, и этим вы готовы делиться со всеми желающими? Конечно, можно еще один совет в плане экономии? Обязательно. Обращаться к специалистам. Вот недавняя моя практика – это шопинг со стилистом. То есть я заплатила специалисту, но поверьте, перед тем, как я почистила шкафы и поняла вот эти пакеты, которые вот мы… Лишние. Да, вот это вот, знаете, такая тема. Потому что они разу не надевали. Вещь, особенно в районе там тысячи, там полторы. Это вот зло, потому что мы на самом деле затыкаем какие-то свои дыры, то есть мы хотим вообще другого, но мы купили кофточку, обрадовались только вот на первые минуты, а потом все, мы забыли про нее. А уже тысячу потратили. А уже тысячу потратили, полторы, и эти пакеты складываются. Так вот стилист, он решает вопросы. И со стилистом быстрее пошли, нет? Да. То есть важный момент – обращаться к специалистам. И вот из вашей красивой подушки я достаю подарок. Опа! Это книга для вашей выпускающей редакции. Самый богатый человек. Самый богатый человек в Вилоне. Он, кстати, золото, да, вот это уже богатство. Подержись. Да, и будешь богатым. Ее запрограммировала на миллионы долларов. Рекомендую всем почитать. И нашим телезрителям также рекомендую, после того, как денежно утром провели, запустили, сегодня вложите, это самая крутая инвестиция, 500 рублей вот в эту книгу. Вместо шоколадок. Вместо шоколадок. Пейте воду, будьте здоровы. Друзья, это интервью вы можете пересмотреть на сайте Кубань24.tv. Оставайтесь с нами.